Привет всем! В прошлом выпуске я говорил про различные ошибки различных людей. Сегодня я буду рассказывать про ошибки, которые совершал лично я. Причем в той области, где ошибки в принципе недопустимы. Дело в том, что большинство людей никогда не были по ту сторону, не знаю, не важно, журнала, экрана, радиоканала и так далее. Есть один момент. Во-первых, как только вы садитесь перед камерой, включаете монитор, включаете микрофон, то может сработать то, что называется эффект нажатой кнопки. То есть вы как бы в обыденной жизни такой весь подвижный, разговорчивый, а потом бац и все, и на вас как бы ступор находит. Такое случается. Есть люди, которые вообще в принципе отказываются сниматься. Вот знаю по своей компании, где мне нужно было пару корпоративных роликов снять. Это как бы первый момент. Второй момент заключается в том, что если мы говорим про какую-то там печатную продукцию, не важно там газеты, журнал, ну сейчас они все как бы отжили свое или отжили, отжили, наверное правильно, то вот в тот период, про который я говорю, они были живее всех живых. Я говорю про начало нулевых. Я тут завел котика, и он тут мяукает, поэтому не обращайте внимания. Так вот, соответственно, если вы работаете в каком-то печатном органе, то неважно какой вы, соответственно, грамотности и каких там семи пядей во лбу, вы все равно будете делать ошибки автоматически, особенно описки и опечатки. Потому что это, ну, естественный процесс. Более того, вы можете быть уверенным, что вы написали все правильно, а потом вы возьмете и просто поменяете контекст. Я так иногда, у меня случается, что я сделаю... Хватит орать. Я сделаю пост там, допустим, ВКонтакте, и, ну, я не часто дублирую посты, и потом напечатываю в Фейсбуке, и именно там, например, просто по-другому слова расположены, и я вижу, что там есть ошибка. А так глаз этого не видит. И я тут... Ну, у меня куча этого барахла до сих пор валяется, не знаю, зачем. Я тут... Надвигается туча, чувствуете? И я тут порылся в своем архиве. И хочу просто, ну, для начала вообще показать, чем мне тогда приходилось заниматься. Ну, вот, например, газета, она вот так вот выглядела, собственно, называлась «Гаудамус». У нее был довольно внушительный тираж, 50 тысяч экземпляров, она была бесплатная. И, ну, вот, я там со своей колонкой пребывал, потом она начала меняться. На самом деле тексты, скажу так себе, то есть там было очень много самолюбования, ну, я еще был молодой, как бы неопытный и так далее. Этот номер почему я взял в руки? Потому что он вышел сразу после 11 сентября, понятно, какого года. И вот этот персонаж, я о нем рассказывал отдельно в выпуске «Гомлина», это Ишутин. Это двоюродный брат Каракозова. И, собственно, я уже тогда начинал заниматься этой темой, а это у нас с 14 по 28 сентября выпуск. Но выходила газета два раза в месяц. И вот уже я тогда сделал публикацию. Николай Ишутин на фото в 1860-х годах разрабатывал в своем кружке план цареубийства. 4 апреля 1866 года его доверенный брат Дмитрий Каракозов стрелял у Александра Второго, открыв тем самым пуху терроризма в России. Ну, в ход шло все. Например, вот эта статья про Норвегию, но на самом деле вот эта вот фотография, это фотография с одной из моих вечеринок. Тут, соответственно, вот эта вот эта Женя, которая сейчас живет в Штатах, это американка, это вообще девушка Ляля. Но вот они тут выступают в качестве почему-то пьяных троллей. Про это я потом расскажу. Ну и, в общем-то, поскольку газета была молодежной, то тут можно было видеть, например, после вот такой вот колонки моей, вот такая фотография. Это Алена Демидова, наш автор тогдашний. Ну и, собственно, тут статьи про студентов и, естественно, сексуальные отношения, потому что это, безусловно, тогда народ волновало. Ну или вот тоже это мы с Женей, да, с косичками. Это я, это вот в арене маховой было снято. То есть, ну, нужны были такие яркие какие-то иллюстрации, которые бы цепляли глаз. Это, кстати, в общем-то, меня тогда многому научило. Вот, прекрасный автор, да, Мария Евневич. Сейчас она мать трех детей, по-моему, третий раз она уже замужем. Получила недавно, кстати, звание доцента. Она преподает в СПБГУ и она сидит в совете директоров Макси Дома. Это такая крупнейшая сеть строительная. Ну, потому что там, в общем, понятно, папа ее попросил поработать. И, как она мне сказала, когда мы случайно встретились в баре, в моей семье работают два человека, включая меня. Здесь у нас, что я даже не знаю. А, это вот как раз. Это вот Алена Демидова, которая была там на предыдущей картинке. Вот это. Это, кстати, там дизайн, видите, менялся в зависимости от годов выпуска. Это уже более позднее. Это 2004 год. Вот, видите, какой. Как я любил себя изображать в редакторской колонке. И тут, например, есть интервью с Дженейр группа, да, вот Лисов, который по центру, он сейчас параллельно еще в Little Big играет. И ходит периодически ко мне на экскурсии даже у себя в Инстаграме. Стал рассказывать про Питер, тут писал мне, что, типа, ты не против, если я некоторые твои материалы использовать буду. Да, пожалуйста. Я только за и только счастлив. А, это вот как раз мне потребуется для иллюстрации одной истории. Вот это вот интервью, вот, кстати, очень удачная обложка. Дело в том, что я работал, как бы жил и работал в конторе, это долгая история, на Маховой улице. И там было огромное количество вот таких вот всяких атрибутов. И мы их продавала она все это дело. и мы это часто использовали в своих историях. Вот одно из самых неприятных для меня было интервью. Это Федя Чистяков из группы 0. Ну, молодому поколению группа 0 ничем не говорит, а людям, скажем, моего поколения и более старшим. Это была довольно убойная команда в свое время. И у Чистякова была очень тяжелая судьба. Он, собственно, присел. Присел и, в общем, там через дурку. Я точно не помню, на самом деле. Сейчас вы, может быть, меня поправите. Но, короче, я брал с ним интервью уже после того, как он вышел. Он опять собрал группу и он как бы стал членом прекрасной организации «Свидетели Иегова». А я дело в том, что до этого писал большую статью, точнее, серию статей про тоталитарные секты. И мне это было крайне интересно. Почему, собственно, он с Верблюдом здесь? Потому что тогда еще был концертный зал в зоопарке, где он играл. Я там брал у него интервью. И Федя произвел на меня впечатление абсолютно разбитого человека. И я увидел, что вот эти вот «Свидетели Иегова» это как бы, ну, просто, я не знаю, последняя попытка хоть что-то сделать. Ну, или вот тоже мое интервью «Свидетели Иегова» и «Свидетели Иегова». И вот это «Свидетели Иегова». Это «Свидетели Иегова». Это одна из лучших, по моему мнению, вообще групп альтернативных, российских. Сейчас живет в Тбилиси, такой стал ярый антипутинец и все такое. Ну, в общем, его за это судить сложно. Вот, посмотрите, какая чудесная моя фотография в редакторской колонке. Ну, в общем, вот все оно такое и были, вот, например, вот такие вот статьи, да, вот с такими иллюстрациями. Это тоже вот Маша, это, кстати, Маша, да, писала? Ну, да, Маша Явневич, Маша любила там про секс писать. И поскольку газету читали не только студенты, но и, собственно, преподаватели, то вот я совершенно точно помню, что вот после этой статьи, это статья Алена Деминовой, после этой статьи позвонил какой-то разгневанный человек в редакции, ну, я как-то рассказывал, вот тогда мне первый раз удалось применить метод ухода с линии атаки. Вот тоже, например, Алена Деминова вылезает из холодильника. А вот Аня Иванова она в конце клипа моего про Путин мутит снялась случайно. Ну, так получилось. Звонит человек раздневно и говорит, что вашу газету надо в унитаз спускать, а я ему говорю, а мы так и делаем. И, собственно, на этом претензия закончилась. Человек просто повесил трубку. Ну, или вот посмотрите, какая лапочка. было дело. Так вот, собственно, это была такая прелюдия. Теперь уже к делу. Значит, вот тогда я в первый раз узнал, что такое абсолютно антиметрально противоположное мнение на одну и ту же историю. Вот в этом номере, да, в этом номере, была редакторская колонка под названием «Как обустроить цивилизацию». Видите, какая лапочка. И там я писал, ну, делал такие параллели, у меня там сломался унитаз, и я проводил определенные параллели. Кстати, вот удивительно, вот это мое интервью с Михаилом Кузыревым, когда вот он вообще был на коне и ну, создатель нашего радио, нашествия, Максидром, кстати, он же вообще с Радио Максимум пришел в наше радио, это тоже как бы одно из его детич. Кто бы мне тогда сказал, что пройдет какое-то время и все, вот политика разведет людей по разные как бы барьеры. Тут, кстати, где-то было интервью с дедушками, я отложил, это поразительный пример, там, соответственно, Рахов и Сологуб, они раньше играли в группе Странные игры, потом был такой сайт-проект Авиа, Рахов там играл, так вот, они сейчас в Фейсбуке, Рахов такой просто ярый вообще оппозиционер, а Сологуб, он наоборот такой ярый вообще ватан, и вот они там мочатся играть в одной группе до сих пор, такой бывает. Соответственно, я написал здесь колонку и мне на эту колонку пришли определенные отзывы, соответственно, вот, прекрасно, кислая минокритика называется колонка, я буквально, я, естественно, не буду вам это читать, потому что это совершенно не обязательно и неинтересно, но я просто тут определенные моменты перечитал, и, например, начало. Этой весной у нас была напечатана статья «Как спасти Васю?» Это вот она, «Как спасти Васю?» Дело в том, что Вася это манекен, который находится в юридическом институте, он находится на Литийном проспекте, буквально в двух шагах от моей потом будущей квартиры, где я жил там на Литийном, я там миллион раз уже водил экскурсию, вот эту газету «Гаудамус», ее как только не называли, до этого еще ведь, если помните, была эпоха пейджеров, и, значит, вот сюда мы, когда пришли, там был охранник внизу, я говорю, мы из газеты «Гаудамус», он берет трубку и звонит и говорит, здесь из газеты «Гиппопотамус» к вам, но, конечно, «Мастхэв», это вообще победило все на белом свете, это в пейджер пришло «Я в Голден Анусе», приходи, да, вот «Голден Анус» после этого стал мемом, я вот про это пишу, а дальше, например, вот та же самая Маша Евневич «На одну городскую студенческую газету всегда найдется масса критиков, вот выдержка из письма Маши Евневич после посещения конференции студент Православной Духовной Академии Сергей Киреев кричал красне и зеленее, что необходимо запретить издание, пропагандирующее про порнографию и анонизм, а еще раньше он заявил, что публикация на странице газеты, выходящая таким огромным пиражом фотографии поламдаженной девушки оскорбляет его личное достоинство, я вам показывал, вот на дворе 2017 год, всем привет, мне тут некоторые люди задавали вопрос про клип с Промилоновой и Поклонской, ну вот, собственно, понимаете, вот вам ответ на это все, кстати, клип на удивление неплохо зашел, ну и вот, соответственно, две цитаты, по поводу одной и той же редакторской колонки, мне никогда особо не нравилось, что и как ты пишешь, пишет мне там кто-то на электронный адрес, что тогда соцсети не было, я как студент журфака считаю, что все, что ты делаешь, можно исполнить иначе лучше, ну безусловно, но твоя колонка в номере 14 меня просто порадовала, блин, это почти шедевр, с уважением, Роман Сухов, следующее письмо, здравствуй, Паша Перец, меня зовут Громов, Игорь Громов, а для таких, как ты, Игорь Геннадьевич, где ж ты учился, друг мой, я сам видишь ли, не чужд сих благородных возвышенных душу занятий, как то, сочинительство, рисование и прочее, но у меня это не выходит за рамки хобби, конечно, я не призываю тебя последовать моему примеру, однако лучше бы ты так и поступил, чем продолжал писать свою откровенную билиберду, ну вот это типичный, как бы, пример, когда я тут тоже что-то ваяю, как бы, ну, такое, гениальное, но не говорю всем, а ты-то, как бы, дебил и кусок, вот, и здесь, на первой странице, а, не здесь, извините, вот в этом номере, да, на первой странице, тут была такая помещена заметка массовой истерии вокруг Вузовского, вокруг Вузовского КВН, дело в том, что у директора газеты, Олега Воробьева, у него тогда планка ехала на КВН, вот, КВН, КВН, и, поскольку газета была студенческая, понятно, что денег там раз-два и обчелось, вот он, иногда мы реально, то есть, до последнего ждали, там, рекламу, поэтому, там, в типографию отправлялись в ночи, и вот он прибегает и прямо, а это еще, кстати, была программа даже, называлась она PageMaker, она, то есть, даже не InDesign, а PageMaker, она характеризовалась тем, что там можно было сделать откат только на одно действие, то есть, этот Ctrl-Z только один раз можно сделать, можете себе представить, вот, вы сейчас избалованные, да, программным обеспечением, и тут он, ну, какую-то он, короче, написал какую-то ему нужную информацию прямо в этой проге, он даже не в файле, а потом туда, соответственно, импортировал, нет, он прямо, вот, прямо на верстке, он написал сам, и здесь, соответственно, есть название вуза, Ingecon, причем он в одном месте написан Ingecon, а дальше написано Ingecon, экономический университет, тут просто участники КВН, ну, в общем, прекрасный Воробьев написал, вот, выпустили мы эту газету, и дальше начался просто какой-то ад, и атомная война, значит, пришло какое-то письмо, письмо такое, что мы, вот, значит, представители такого-сякого вуза, вы позволяете себе подобное, как вы вообще могли, значит, мы пишем не Ingecon, а Ingecon, или наоборот, я до сих пор не помню, как они писались, тем более, сейчас их все равно съел Финнек, и слава богу, блин, вот, значит, такие-сякие, а вы написали неправильно, мы на вас подаем в суд, я поразился, потому что, ну, как бы, господи, можно было позвонить, сказать, ребята, ну, что за дела, извинитесь, как бы, в следующем номере, все, вопрос закрыт, но Воробьев, он тоже такой, большое дитя, типичный представитель, мужчина взрослеет, либо сразу, либо никогда, он ответил, подавайте в суд, потому что он прекрасно понимал, что это такая мототель, никто не будет этим заниматься, и, соответственно, в одной из следующих колонок, да, вот в этой колонке, тут еще, такое искушение ненавистью, какая-то такая, пафосная у меня тут тема идет, значит, в конце, в конце, я написал, от своего имени, хотя это был не мой баг, но я главный редактор, я крайне за всех, значит, я написал, в предыдущем номере была допущена ошибка в названии Инжекона, редакция и я лично приносит свои извинения вышеуказанному вузу, а, вот, он написал через Инжекон, в каком-то месте там, вот, редакция приносит извинения, вот, соответственно, вот так вот, да, это все выглядело, естественно, сдавались ночи, я ушел на Маховую пешком, редакция находилась на переулке Бойцова, за Сенной, или до лошадьи в велосипеде уехал, уж не помню, в ночи звонит мне Воробьев, и говорит, Паша, ну, ведь он пишется через Э, короче, я там опять написал Инжекон, и Воробьев, тогда еще была технология такая, и вводили пленки, он уже на пленках, я, на самом деле, сканирую, чтобы вы видели, там эта буква Э, она реально как будто вот вставлена, он уже на пленках ее туда вставил, и прикиньте, какой был этот эффект, что дамы были неправы, сказали, Инжекон приносил совзинение, то есть это более чем, собственно, издевательство. Ну и был еще один прекраснейший момент, там, соответственно, вот это у нас, это у нас, Лариса Ахматова, которая продвигала прекрасную группу Пойманной Муравьеды, очень неплохая была команда в то время, вот, вот это она же, вот это она же, тут еще, значит, такой нюанс, это с самого начала года мы делаем фестиваль, ну, 25 января, это день студента, естественно, под один студент, все время там какая-то движуха происходила, мало того, что номер еще на четыре полосы больше, так еще грядет вот этот вот фестиваль, и я просто в мыле, я в таком мыле, что вот тут у нас такой был разворот, где всякие бывшие студенты, а ныне всякие там, генеральный директор компании Метроком, вице-президент компании Компьютерный мир, ведущий менеджер представительства Бритишей Рэвэйс, ну да, генеральный директор ОМА, Максидом, но это Маша подсветилась, папу своего, значит, попросила, ну и так далее, вот, они рассказывают, то есть мало того, что здесь уже какие-то ошибки вкрались, потому что процесс был, вот из-за этого галлопирования, процесс был не выстроен иногда, то есть была первичная и вторичная вычетка, но поскольку как бы многие материалы приходили либо в последнюю очередь, либо их приходилось менять на ходу, то там они влезали, и была такая статья вот с таким вот заголовком Мураками круче Картасара, это, по-моему, интервью с Ильей Стоговым, дело в том, что я тогда читал Касариса, и меня клинануло, это уже, вот мы забиваем, то есть заголовки, это была постоянно головная боль, они придумывались уже практически на полосе, тем более, что когда идет верстка, ты понимаешь, что там предыдущий заголовок, он тупо как бы не встает, надо что-то новое сделать, я сажусь, набираю в Яндексе Картасар, через А, и он мне выдает результаты, я говорю, пишется через А, все, выпустили, и вот уходит такая газета, тиражом 50 тысяч экземпляров, и приходит вот Лариса, там через день, я сижу в редакции, она говорит, ну что, Перец, я вас поздравляю, вы, это успех, вот вы не поверите, я реально, я просто разрыдался, вот у меня был такой настоящий нервный срыв, потому что недосып, вот эта гонка, фестиваль, который мы там еще делаем, в таком шоке, стало меня успокаивать, ну что, ну пережил я это, да, мураками круче Картасара, с кем не бывает, в конце концов, вот вам прекрасный пример, ну а дальше, соответственно, я потом работаю, вот в этом издании, да, вот с этой футболочкой 2005 года, ну я не хочу сказать, как новое, но тем не менее, тут вопрос о том, какие раньше вещи делали, вот у меня есть как бы шводки, которые покупал, вот как раз в Москве, когда жил, когда у меня деньги появились, наконец, в 2004-2005 годах, я их до сих пор некоторые нашу, сейчас что-нибудь купишь, все, у нас еще год можно выкидывать, к чертой бабушке, а иногда и на следующий год. Значит, работал я вот в таком вот дивнейшем издании, сейчас, чтобы не бликовало, вот так, назывался оно, я покупаю, это был шоппинг-гид, который выходил, там, в 13-15 городах-миллионниках, и они из Екатеринбурга, и вот они как раз только переехали в Москву, и, соответственно, им нужен был там главный редактор, чтобы он сделал все, редакцию сформировал, значит, регуляционную политику, дизайн-макет новый, а самое главное, там была очень большая проблема, потому что реклама продавалась в регионах, и нужно было придумать очень хитрую дизайн-сетку, чтобы можно было продавать рекламу половинками, третьями, целыми полосами, потому что контент производился в Москве, то есть ты делаешь, грубо говоря, контент там на разворот, а потом он берет и продает рекламу на половину, и, соответственно, и что. Ну, вот мы придумали очень хитрый конструктор такой, то есть специально делали несколько вариантов версток, высылали им, они уже на месте там это все делали. Но суть не в этом, там я проработал там год, в общем, потом свалил, но остались очень хорошие знакомства с тех пор, потому что, да, потому что мне говорили, что нужен вот, нужен очень модный журнал, а по факту это все влилось в Космополитон. И здесь есть такая, это называется, ну, мы это называли выносы, да, это в разных редакциях, по-разному это называлось. Выносы это вот эти вот, заголовки. И здесь есть заголовок, вот этот, между Мини, между Мини и Мазерати, если вы видите. Значит, обложка, естественно, делалась в последний, ну, вот эти выносы, они делают в последний момент. Журнал в свое время получил премию, как журнал с самым большим тиражом, бесплатный, выходящий в России. Вот как раз тогда мне директриса попала в аварию и попросила меня поехать взять эту премию и умоляла меня купить костюм себе. Я купил, меня потом украли. Хороший костюм, чарути такой был. Соответственно, еду я в машине, еду с пиарщицей. Вот когда выходил конкретно этот номер, должна была быть рекламная кампания, я не помню в скольки, но в очень большом количестве городов, то есть билборды, значит, вот эта вот обложка этого журнала, название самого журнала, бла-бла-бла. И вот уже, ну, то есть он должен уйти в печать вот-вот. И мне, соответственно, пиарщиц, мы едем куда-то на очередную там какую-то херню, в общем, я уж не помню. И она мне показывает макеты вот этих билбордов. Ну, там их несколько цветовых гамм, там немножко расположение отличается, чтобы я выбрал и сказал, что вот это окей. И я вот смотрю на эти макеты, именно билбордов даже, и я вдруг понимаю, что у меня слово Мазерати написано с двумя Т. То есть... Вот. Я обливаюсь холодным потом, звоню в редакцию, говорю, вы в типографию еще номер не отправили. Они говорят, вот-вот-вот сейчас вот собираемся. Я говорю, так, я говорю, срочно, срочно, я говорю, вторую Т убирайте с обложки. Потому что, опять-таки, здесь на самом деле, естественно, ошибок практически не было. Потому что вычетка была поставлена, ну, я уже был научен вот этим горьким опытом, потом, поэтому там я вычетку поставил. У меня была не двойная, у меня была тройная вычетка. У меня сначала вычитывал дополнительный редактор, потом был корректор первой вычетки, потом был корректор конечной вычетки, и потом корректор конечной вычетки приходил еще делать сверку. Вот. Но обложка, обложка, она тоже, понимаете, как бы печаталась в последний момент, и вот так. Соответственно, вы можете себе представить эффект от вот этого? Ну, это был бы не просто скандал, это было бы даже не знаю что, потому что, когда я только устроился в эту газету, о, котик пришел. Как я написал ВКонтакте, я на пути к статусу одинокой, нет, не одинокой, сильной и независимой женщины, да, скоро начну его фотографировать в разных позах, постить, инстаграмчик ему какую-нибудь личную заведу. Все, иди гуляй. В общем, был момент, когда я только устроился в этот журнал, вот этот прекрасный, какая-то статья про солнцезащитные очки. Мне, ну, то есть, ну, солнцезащитные очки, солнцезащитные очки, там какой-то обзор. Мне вообще не до этого, потому что надо мной давлеет, как бы, обязанность и необходимость вот глобальных вопросов, а параллельно, видите, я текущими процессами занимаюсь. Ну, я прочитал, ну, статья и статья, что там такого, соответственно, и отдал на вычиску. Выходит эта статья, а в ней там какой-то эксперт сказал, что на самом деле солнцезащитные очки стеклянные, они гораздо лучше и правильнее, чем солнцезащитные очки из пластика. в городе Екатеринбурге люди понесли сдавать очки в магазины. Я никогда не думал, что вообще это вот говно читают, а его читали, да еще как. И на самом деле, в общем, это была, это была очень серьезная проблема. Мне пришлось, соответственно, брать, находить какого-то действительно эксперта, брать у меня какое-то мнение, значит, печатать что-то в следующем в следующем номере, писать какие-то письма с объяснениями, извинениями и так далее, значит, тем магазинам, которые были нашими рекламодателями и которым люди понесли сдавать очки. Вот. и поэтому вы можете себе представить, что было бы после вот этого. Ну, ничего, ничего, все пережилось, все перемололось, и поэтому я очередной раз всегда даю совет, если вы хотите, ну, вот, если вы там, у вас есть определенный бзик, если вам надо какой-то текст действительно, ну, по-максимальному, чтобы он был без ошибок, куда-то отправить или прочее, вы не только читайте его с монитора, вы его обязательно распечатайте и прочитайте с листа, потому что я вам гарантирую, вы обнаружите там что-то такое, что вы в мониторе не увидите. Ну, и я до сих пор делаю огромное количество ошибок и оговорок, и описок, и люди, которые не понимают, что когда отсутствует редактура, как в профессиональной среде, да, вот там, в журнале или газетном, где я работал, ну, это как бы, это само собой разумеется, поэтому на это нужно делать определенную скидку, к чему я вас и призываю. Но это опять-таки не снимает с меня ответственности за какие-то вещи, которые я вот оставляю в этом интернетном эфире, и поэтому, ну, я поскольку вменяемый, я готов это все признавать. И напоследок могу, наверное, прямо отсканиваю, показать вам некоторые развороты газеты «Гаудамус» 2004 года, где мы прям вдвоем с еще молодым Егором Яковлевым публикуем свои, значит, умные мысли, ну, мои умные мысли, у него, конечно, умные. Вот, то есть, было и такое, вот с тех пор мы, так сказать, общаемся. Ну, и, в общем-то, наобщались так, что вот Егор сейчас устраивает фестиваль исторический в Петербурге 20-го числа, куда, 20-го октября, куда пригласил меня там помочь ему полицидействовать, да, то есть, я же такой, как бы, есть серьезные историки, а я, как бы, Павел Перец, русофоб, антисоветчик, соответственно, вот я там буду присутствовать, и совершенно точно, не знаю, правда, когда, но в ноябре мы обязательно сделаем одно, а может быть, даже два мероприятия в Москве, наконец, торжественно, клянусь и обещаю, вот прям, как бы, если форс-мажора никакого не случится, историко-журналист, да, вот этот проект, который я задумал, и который очень хорошо начался, и резко закончился, по причине того, что времени мало, и отдел много, и у меня, и у Егора, в частности, ну, а, соответственно, вот вас конкретно, да, конечно, лето заканчивается, но пока погода позволяет, мы будем гулять, и вот на этой неделе мы, соответственно, будет две экскурсии, традиционно, в Москве, одна в пятницу вечером, вторая в субботу днем, в пятницу вечером мы гуляем по Басману, 28 сентября, в 20.00, от Лермонтова до дяди Пушкина, там все, значит, в 29 сентября, в воскресенье, вот видите, вот это то, о чем я говорил, понятно, что в субботу, на самом деле, но вот, ну, бывает, бывает, людей клинит, на самом деле, в субботу, 29 сентября, в 13.30, ну, это прям такая премьера, премьера, армия России называется, Суворов, Рунзе, Достоевский, в районе станции метра Достоевского будем гулять, кстати, у некоторых из вас возникнет вопрос, а почему это армия России, почему это Достоевский, а на самом деле, при том, вспомните, какое учебное заведение он оканчивал и в каком звании, на самом деле, а в воскресенье, 30 сентября, в 18.00, мы гуляем в Петербурге, вокруг Большого дома, революция в действии, экскурсия, соответственно, там вот про все, значит, эту, тюрьму на шпалерке, судебные процессы суда, который стоял на месте Большого дома, и потом пойдем еще по литейному, пройдемся через дворы на Муховую выйдем. Ссылки на все встречи есть вот там, продолжаю вам напоминать, что идет формирование группы в Париж на ноябрь, на октябрь она практически сформирована, но в принципе есть еще одно-два места, может, или в октябре, в 22-го полететь. И группу, которую собираю в Петербург на три дня, я повезу в ноябре. Я хочу сделать заранее все, потому что тут есть определенные вопросы с программой гостиницы и все такое прочее, поэтому скорее всего в ноябре, чтобы вы прочувствовали, что такое Петербург. А он в ноябре прям огненный, огненный. Скоро будет вся подробная информация, я пока собираю контакты тех, кто в принципе готов поехать, ну а затем буду рассылать и уже смотреть, кто там в это время может, кто не может и так далее. Все вот там вот есть в описании все, в описании видео все мои там контакты, имейлы и так далее. Спасибо за внимание. Очередная порция таких, уж не знаю, насколько поучительных баек из моего ротового отверстия. Оставляйте комментарии. Увидимся. Пока.